Здравствуйте, уважаемые любители футбола! 1432 дня прошло с того времени, когда сборная Германии выиграла в 2014 чемпионат мира. И вот новый чемпионат уже 2018 года. Его открывает хозяйка турнира Россия, которая примет в первом матче Саудовскую Аравию. Знаете ли вы, что за всю историю проведения чемпионатов мира хозяева еще ни разу не уступали в матчи открытия? Когда я про это узнал, мне стало страшно. Но когда я увидел коэффициенты 1.42 на Россию и 9.5 на Аравию, тут же пришел в себя и вспомнил, что все же играем с Аравией, а не Уругваем. Как сказал главный тренер Станислав Черчесов, не все еще знают, что в России начинается Мундиаль. Если есть такие, то скажу, что матч пройдет в четверг, 14 июня, начало 18.00 по Москве, стадион Лужники. Знаете ли вы, что рефери на этом матче будет из Аргентины? Его зовут Нестор Питано. Раздает он в среднем 5 желтых за игру. Он уже обслуживал, кстати, некоторые матчи чемпионата мира 2014 года, среди которых и четвертьфинал Германия-Франция. И еще он был замечен на Кубке Конфедерации 2017 года. Так что арбитр он опытный. Но, тем не менее, ему и его помощникам впервые на чемпионатах мира будет помогать система видеоповторов. Питано уже, кстати, обслуживал игру сборной России на том же чемпионате мира 2014 года, когда она играла с Южной Кореей. Они сыграли в группе 1-1. И обе, кстати, из той группы не вышли. Нужно перед игрой знать и о том, что Россия не может выиграть уже 7 матчей к ряду. Напомню, с Ираном в октябре 2017 сыграли 1-1. С Аргентиной в том же году уступили 1-0. 3-3 с Испанией. 3-0 уступили в Марте Бразилии. 3-1 Франции. 1-0 совсем недавно уступили уже Австрии. И сыграли в Москве в ничью с Турцией 1-1. У Аравии тоже были сильные соперники. Она уступила 3 последних матча к ряду. 2-1 Италии. 3-0 Перу. И 2-1 Германии. Нужно знать и вот о чем. Аравию тренирует испанец Хуан Пицци. Тот самый, который тренировал недавно Чили и приезжал с ней на Кубок Конфедерации. Его зарплата 1,4 миллиона евро в год. И это 13-й показатель среди всех тренеров чемпионата мира. У Черчесова 5-й рейтинг. Он получает 2,5 миллиона евро в год. Я сам в шоке. Нужно знать и о том, что Россия на чемпионатах мира выигрывала последний раз еще в 2002 году 2-0 у Туниса. А Аравия последний раз выигрывала у Бельгии 1-0 на чемпионате мира 1994 года. Представляете? Кстати, Россия и Саудовская Аравия ранее между собой еще не играли. А кто же может помочь сборной России в этой игре? Выделю несколько игроков. Это Головин. Без него сегодняшнюю Россию не представить. И кто бы ее не тренировал, Головин здесь будет на главных ролях. И от его мобильных действий будет зависеть, как хорошо будет работать мотор команды. Это Акинфеев. Воротарь, как известно, полкоманды. И от его удачных действий и уверенности в воротах будет зависеть многое. Ведь Саудиты смогли забить и Германии, и Италии. Так что расслабляться не стоит. Выделю Смолова. Никто не сомневается, что он выйдет в старте. Один из лучших голядоров чемпионата России последних лет. И кто, если не он, будет забивать? При Черчесове, кстати, он забил 7 раз, дважды испанцам. Нужно перед матчем знать и о призыве Артема Дзюбы. Он попросил всю страну объединиться вокруг сборной. Нужно также помнить, как тяжело достался этот турнир стране. И как пришлось его отстаивать. Артем, конечно, находится внутри коллектива. Ему многое известно. Он общается с футболистами и имеет право так говорить. А что же Аравия, амбициозный защитник этой сборной, Амар Хаусай, предвидит, что его сборная сыграет в финале. А как считаете вы? Я отвечу ему так. Ну какой солдат не мечтает стать генералом? Еще скажу о том, что Россия выйдет в красной форме, а вратарь в зеленой. Ну и в конце предлагаю вам ответить на такой вопрос. Кто выиграет или все-таки будет ничья? От этого матча очень многое зависит. Предлагаю узнать в следующем ролике про будущий чемпионат мира 2022 года и 2026. Что там такого? Понравилось? Ставьте лайк. Услышимся! Подпишитесь на наши подкасты, нажмите на колокольчик и смотрите самыми первыми выпуски на спортивном. ПОДПИШИСЬ!